Дорожное транспортное происшествие произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителям. Который должен был вести транспортное средство, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Кроме того, установлено, что мужчина сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кызыльский. В связи с тем, что с июля по сентябрь произошло 68 ДТП, в которых 28 человек погибли, с 13 сентября сотрудники ГИБДД проводят операцию трасса. Наиболее аварийными днями недели считается пятница и суббота. В эти дни зарегистрировано 15 и 13 автоаварий. Соответственно, по средам произошло 10 происшествий по понедельникам, вторникам и воскресеньям по 9 ДТП. Как показал анализ, наибольшее количество аварий происходит в период времени с 17 до 18 часов, с 15 до 16 часов и с 20 до 21 часа. Чтобы не дать печальной статистике расти, сотрудники ГИБДД будут выявлять водители, которые управляют машиной в состоянии алкогольного опьянения и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, непосредственно влияющие на аварийность и тяжесть последствий ДТП. Подпольный агроном в одном из домов Тандинского района сотрудники наркоконтроля выявили факт культивирования наркосодержащих растений. В ограде и огороде полицейские обнаружили грядки с маком. Всего наркополицейские насчитали 271 куст запрещенного растения. Как выяснили стражи порядка, хозяин выращивал мак для личного употребления. По данному факту, в отношении хозяина дома, ранее судимого мужчины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, частью 2 статьи 231 Уголовного кодекса РФ, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере. За совершение данного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова